В общем, неплохой средний уровень, опять же, для самоплора, характерных похода этого сезона, то, что в играх соперниками доступными, они, в общем, как правило, добиваются достаточно пристойного результата, что подтвердила игра и против Белогорья. Что касается команды, стартовый состав, который сейчас появляется на площадке на ваших экранах, то, по версии Маркоса Миранды, конечно, физики в немалой степени не хватило накануне, потому что команда в этом отношении по ходу матча, увы, для себя постепенно сдавала, начав довольно бодро. Но, тем не менее, нормальная такая классическая оптимистичная оценка была применительно к шансам Белогорья у главного тренера в этом матче. Исходит из того, что здесь стоит бороться за победу. Ну, это в большей степени, наверное, такие дежурные фразы, потому что, ну, просто понятное дело, когда речь идет о предстоящей игре вне зависимости от соперника, не может же, в самом деле, тренер сказать, что мы выйдем для того, чтобы проиграть. Такого просто не бывает, это нонсенс, это не есть хорошо. Элементарно с точки зрения какой-то внутриклубной этики и просто мотивации команды. Первая подача за Игорем Каладинским. Егор Сиденко здесь выйдет с первых минут сегодня по диагонали. Он накануне как раз завершал встречу с Нижневартовским Самотлором в составе Белгорода. Вот это вот из вещей таких относительно, может быть, неожиданных. Хотя, опять же, нужно учитывать, что Габрилинелли, ну, как, собственно, и вся команда, провел не вполне удачный матч накануне. Вопросы к нему могут быть. И в силу этого тут штренерский штаб имеет определенные основания для того, чтобы попробовать, по крайней мере, в первой партии на какое-то время формально номинального диагонального этой команды. Вот посмотрим, как у него все пойдет. Вот эффектно было и, вне всяких сомнений, рискованно. Где-то близко к авантюре, как могли бы сказать многие, но, по крайней мере, мяч на другую половину площадки ушел после этого неочевидного первого темпа. И осложнить удалось. Хотя розыгрыш в итоге остается за Белогорьем. Ну, подобного рода вещи, ну, во-первых, призваны удивить. Во-вторых, все-таки это происходит в составе команды, которая за собой определенный запас прочности чувствует. Вот. Ну, или у нас, в частности, в квадрате для запасных. Ну, и появление Дмитрия Ильиных, конечно, не может не радовать. Накануне он к игре не подключался, хотя я, в общем, этого ждал, раз уж он доступен и оказался в команде. Вот один из кадровых ресурсов, который способен теоретически и практически, конечно, усиливать игру Белогорье. Выводить команду на тот уровень, когда, ну, не будет, наоборот, конечно, бороться за медали, там заводиться не стоит. Но, по крайней мере, на серединку турнирной таблицы Белогорье в оптимальной форме в этом составе претендовать, конечно, обязано. И, соответственно, в играх с фаворитами ставить перед собой задачу в духе, чтобы никому с нами не было просто. Примерно так. 3-3. Плюс, соответственно, если попытаться еще поискать в этой игре определенную интригу, связанную с отдельными личностями, то, незабываемо о самом очевидном, Луборич предыдущий сезон проводил именно в Белгороде. И сейчас он играет против своей бывшей команды. Впрочем, опять же, тут излишне акцентировать на этом внимание, наверное, не стоит, с учетом того, что все-таки большой истории, большой карьеры, большого периода выступления в составе Белгорода у него не было. Но, однако, все же сказать об этом надо. Передача к Антенне и приходится левой рукой здесь играть Ивовичу. Розыгрыш он этот сумел как минимум затянуть, что от него в этом случае требовалось в первую очередь после не самой удачной передачи. Ну, а дальше уже Локомотив доводит розыгрыш до ума. Мартынюк здесь молодца. В достаточно сложном эпизоде он сумел подстраховаться и поднять не самый простой мяч, который падал на половину площадки Локомотива. Ошибается Сиденко. Пока это отнюдь не критично с поправкой на то, что игра только начинается, борьба только завязывается. И Белгород, соответственно, к данному моменту еще ничего не уступил. С точки зрения пламена Константинова команда даже немного превзошла. Ожидание своего тренера в первом матче, сыграв достаточно стройно, ровно и быстро выиграв в трех сетах у крепкого середняка Суперлиги в этом полуфинальном кубковом этапе. Ну и из интересных мыслей, правда, вполне очевидных, но тем не менее важно, когда это специалисты ведущих команд артикулируют. Из того, что сказал Пламен Константинов, стоит отметить его фразу о том, что в Суперлиге, конечно, логики в турнирной таблице и вообще в выступлениях суммарных команд не будет никакой до тех пор, пока все не переболеют. И, соответственно, после этого не наберут оптимальную форму. Вот тогда с этого момента логика определенная появится. С этим, наверное, сложно спорить. Вполне понятно, по каким причинам дополнительное пояснение не требуется. В площадке мяч после атаки Савина с задней линии. 7-6. Осмотрим, что Юльича с подачей в игре с Самотлором в этом зале. Она у него летела очень прилично. Там со статистикой в атаке не сложилось по большому счету. Но матч он ботнюдь не провалил, потому что, во-первых, в пользу этого, понятное дело, говорит общий командный результат. Во-вторых, все-таки, не имея по-настоящему классной статистики в смысле эффективности в атаке, он все-таки и подавал стабильно, и на приеме свой уровень выдержал. Собо показателей вполне достаточное было для того, чтобы его выступление в той встрече как минимум провалом не считать. Это совершенно точно. А по данному матчу посмотрим еще как пойдет. Пока по факту подачей он соперника уже напряг достаточно ожидаемо. В этом смысле тенденция, заложенная в первой встрече Локомотива на этом турнире полуфинальном, получает развитие. И большой порядок с подачей с определенного момента был у капитана Белогорье накануне. Какое-то время потребовалось ему для того, чтобы пристреляться, а дальше методично в третьей и четвертой партиях он подавал достаточно опасно. На его счету три эйса. Ну и в сумме за четырехсетовый матч вообще впечатляющее для игрока его амплуа статистика по набору очков была. У Игоря восемь. Для связующего за четыре сета, согласитесь, безусловно, немало. Четыре касания. Все закончилось в этом розыгрыше. И, к сожалению, доигровку забрать эту Белогорью не удалось. В ситуации, когда немедленно после того, как они один брейк и мяч Локомотива отдали, появилась возможность это минимальное отставание нивелировать. Но не сходу. По передаче есть тут открутить мяч куда-то в четвертой зоне в этой атаке, если такой передачи было сложно. Не уйти, увы, от рук блокирующих, только в том случае, если бы они со своей стороны маленечко напортачили, в чем-то шансы какие-то появлялись. Но здесь блоком был со стороны фаворита этой встречи полный порядок. И после этого, да, назрел момент для первого таймаута у Белогорья. Зонтик, закрывает вам это ваше направление, он его знает. Давай. У Маркоса Миранды свой отдельный маленький разговор с Игорем Колодинским на протяжении всего практически этого таймаута. Оба в достаточной мере оснащены английским языком, для того, чтобы у них не было проблем с этим самым общением один на один. Им не требуются переводчики. Ну, а так как мы знаем в составе Белгорода, этим тренером переводчик выполняет Алексей Казаков. Будем высмотреть этот эпизод и ждать вердикта по итогам рассмотрения. Продолжение челленджа и тогда уже узнаем окончательное решение. Пока остается на площадке, невзирая на то, что в последних случаях его прихватили. Но там и дважды, безусловно, забить было непросто. Поэтому вполне объяснимо то, что справиться он не сумел. Хотелось бы, но трудности действительно были объективные. Рассматривать приходится. Это видно, что называется во все глаза, для того, чтобы принять решение в этом случае. Сила этого требуется чуть больше времени. Запрос Белогорья не удовлетворен. Теперь понимаем, что в данном случае тут речь о нос шла по рассмотрении возможного касания сетки. Но блокирующие сетки, безусловно, не коснулись. После повтора именем прекрасную область. Щербинин. 11-7. Уйдет мяч в аут. Не ошибка много, но тем не менее по траектории видно было, что, скорее всего, да. Действительно, уходит он по высокой дуге в районе пятой зоны. И совершенно логично он там стал цеплять. Тетюхин нападал из-2, поэтому, понятно, да, переднюю линию прошел сейчас ему и на подачу. Не успели подстраховать, хотя мяч некоторое время в воздухе повисел. И в том случае, если бы, ну, чуть, может быть, там буквально на полшага поближе оказался Савин, у него какие-то шансы продолжить этот розыгрыш были бы. Ну, а так Павел второй раз на подачу. И с контролем вроде бы с одной стороны, и при этом ошибку допускает, к сожалению. Но раз падать сумел, хотя-то он и не затруднил серьезно. Первый темп-то был, было доведено. Однако, тем не менее, и центра достать сумели на плотину. Ай-яй-яй. Ну, тут бывает, что, если, конечно, такое случается. Рожочек бы сделать. Но это, опять же, из области теории. Сначала, перед тем, как нырять вперед за этим мячом. Низковато, но вполне достаточно для того, чтобы Ивович сумел этот мяч. А так из задней линии выиграть. Пайп в итоге получился. Нет подачи в этом случае у капитана команды, но вполне комфортное преимущество к середине сета достигнуто. Соответственно, есть основания особо не переживать по данному поводу. Тем более, что ответить особо Белогорью нечем. В данном случае конкретно Сиденко. Белогорью пытался выдавать в предыдущем случае. Сейчас на планер перешел. Но, возможно, и то, и другое. Ну, и за Егором постоянно успевают. Вне зависимости от того, где он нападает. Хотя тут плотного двойного блока не было. И здесь, соответственно, ну, даже с поправкой на то, что он с задней линии нападал. В общем, какие-то варианты придумывать можно и нужно было. Блок был разорван. И Каладинский, в общем, со своей стороны сделал вполне достаточно для того, чтобы у диагонального имелись достаточные шансы для успеха в этом непосредственно розыгрыше. И в подачу, к сожалению, для себя попасть не могут методично в ситуации, когда это, безусловно, должно являться основанием, фундаментом для погони. Потому что пока еще, безусловно, она все-таки, возможно, пояс не ушел. Блин, подача Хабаева на передней линии. Луберич сумеет ли здесь создать препятствие. Создать его. Не сумел, но у нас в любом случае челлендж за номером два в этой партии. Ждем решения. Все. Здесь несколько быстрее, чем в предыдущем случае. В этом случае запрос команды Белогорье удовлетворен. Ну и, да, у Луберича касание в этом случае было. С другой стороны, есть ощущение, что и... Мяч-то протащил немного. В этом случае повел Тетюхин по повтору. Как-то вот так кажется. Ну да ладно, тут в данном случае просмотр-то был совершенно другому элементу посвящен. И, соответственно, касание блока у Луберича нашли в какой-то степени. И это, соответственно, позволяет интригу поддержать. Добежит ли до мяча Абаев сейчас? Нет, не добежит. Но сделал для этого максимум. Может быть, даже в ситуации, когда игра находится под контролем команды, рисковать так не стоит с этими прыжками через рекламные щиты. Там всякое может быть. Тем более, когда непосредственно в момент прыжка контакт с мячом происходит, и тебе нужно волиться-неволиться. Внимание это переключать на мяч с этого самого препятствия, которое ты перепрыгиваешь. Ну, в общем, растарался как мог. Атака такая, которая, собственно... Попытки забить в площадку здесь вообще, конечно, не подразумевала. Но ситуация так сложилась. Единственный способ, наверное, реальный для того, чтобы выиграть мяч Луберич использовал. И выиграть ему в конечном счете удалось. Сейчас сам же защищается на простом мяче. И немедленно нападает. В ответ фри-бол. Его вечер отдавать передачу. Катает в линию Савин. Там достали достаточно легко. И снова фри-бол. Луберичу. Да. Скидка есть. Хорошо, что так. Для них, безусловно, хорошо. Два, в общем, непростых эпизода подряд. Диагональные команды доводят до ума в конечном счете. Тут, где молодец, там молодец. Хотя тут было низко. Да и в предыдущем случае, когда он мяч выиграл, помним, это было совсем недавно. Тоже вопросы по передаче имеются. Но всякий раз своего он добился. Здесь заголову только в 4. Вот теперь туда же на передачу уже Колодинский выполняет. И с другой точки касание было. 15-20. Вот тут и блоком сумели достать. Порадуемся за Сиденко. Но тут шансы были очень неплохие у него конкретно в данном эпизоде. По тому, как этот мяч шел после передачи. Ну, забить наконец-то что-то сумел. И немедленно еще очко на блоке набрал. Это ли не повод для позитива? Страхуется. Спокойно касание сетки было. Со стороны Белогорья. Все, значит, в этот момент проскочили. Более или менее безболезненно. Игроки команды из Новосибирска. 21-16. Дело потихонечку идет к завершению этой партии. Блокаут. Порадуемся за Дмитрия Ильиных. Через такие вот атаки, где выигрывать приходится в борьбе. Безусловно, и эмоциональный тонус обретается правильный. И тут и Челубрича удалось прикрыть. В последних эпизодах удачно. На блоке сначала в 2, потом в 4. А потом, к сожалению, развернуть мяч в линию настолько, чтобы это было интересно для него и для команды не сумел. И, соответственно, Ильи Ильиных не прошел. Это не критично. 22-18. Преимущество достаточное для того, чтобы они могли и должны были сет завершить. Один в один Савин Сиденко переигрывает. Не дав Дегональному Белогорье возможности помечтать о слишком уж богатом урожае. В этом случае, когда он на передней линии находится, Каладинского мяч спасать нужно в этом случае. Но Сиденко остается только сделать все поаккуратнее. Так что мяч в пределах игрового пространства прошел. С этим он справился. Но понятно, что дальше доводить и разыгрывать будут очень легко игроки Локомотива. И второй перерыв Белогорье в этой партии. Он же, соответственно, последний для Белгорода. Недоволен веранда тем, что с его точки зрения много мячей упало. Переэкипировался заново в этом таймауте Сиденко. Ну, собственно, видно было с самого начала, как происходил этот процесс. На Лугурича, и он блок проходит. То ли между рук Рохина, то ли между руками блокирующих. Стык. По поводу увидим. Кажется, что стык в этом случае. Лучше всего такие моменты видно, когда со стороны задней линии камера подключается. Здесь быстро. О, хорошо. Должен был этот мяч выиграть. В принципе, для хорошего диагонального. Такие эпизоды семечки. Дорогой еще руки разбросал. И вывич. Пытаясь угадать. Может, линию поймать получится. Может быть, вход. Восстал Тетюхин. И этот розыгрыш Белогорье как минимум затянет. Толкается близко к трехметровой линии. Лугурич, но без заступа. Ничего похожего. И на этом, соответственно, у нас первый сет и завершается. В общем, создав фундамент определенный. Ближе к середине. Локомотив сумел на него опереться и довольно уверенно довел партию до логичной победы. Ждем начала второго сета. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! И мы не сомневаемся, исходя из его средней статистики на подаче на этом мини-турнире, что угроза еще обязательно будет. Ну, в этом случае правильно, через центр в ходовое прошел переднюю и отправился подавать. Беда-беда прям, я таких проблем не припомню, чтобы так систематически где-то было у нас в последнее время. Ура-ура, мы опять в эфире. Опять смотрим волейбол из Ханты-Мансийска. На отведенном мяче нападает Ильяных. А вот здесь касания не было. Но будет запрос на видеоповтор. Так, по статистике первой партии пока мы с вами пробежимся. В первую очередь, конечно же, безусловно, обращает на себя внимание показатели Дражина Луборича. Он нападал, в принципе, в больше всех в составах обеих команд. Ну, и 8 из 11 забил стартовой партии при одной ошибке. 73 процента. Статистика завидная. Посмотрим, как дальше у него пойдет. Плюс к этому еще одно очко на блоке. И у него есть одно очко на подачу. Ну, и 10 очков за сет. Это, безусловно, богато. Не всякий раз, даже у серьезного диагонального, безусловно, получается столько очков одной отдельно взятой партии. Набрать, стоит ли говорить, что он пока, по крайней мере, на безальтернативной практически основе, является самым результативным в реалиях этого матча. В пользу локомотива. Укороченная от Луборича. Проблемы с приемом возникают у Ильиных. И он же сам в итоге двумя руками отправляет этот мяч на половину площадки соперника. Все, к сожалению, сразу пошло не здорово. Сумел здесь Луборич. Заслуженного мастера спорта в составе Велогория этой подачей озадачить не на шутку. Центру приходится подключаться. Круто в ходовое. Практически по четыре. В этом случае Ильиных забивает. Ну и розыгрыш в целом прошел уже значительно бодрее от начала до конца. На одном блоке он в четверке. Спокойненько зарешал. Сам же подстраховался. И сам же попробует еще раз добиться. В этом случае успеха добивается его. Марк Асмиранда с досадой аж руками всплеснул. 5-5, как и в начале предыдущей партии. На старте сета Велогория цепляется. О, богато. Даже с поправкой на то, что защищаться под такой мяч Либера вышел в нужную точку. Сила атаки, динамика мяча таковы. Что, безусловно, в игре его оставить довольно сложно. Площадочку нужно быстренько в порядок привести, протереть, что и было сделано. Сверху принимает Ильиных. Сиденко. Большие проблемы у него с атакой первой партии были частично объяснимые. Потому что ему досталось немало мячей на организованном блоке. Ближе к концу сета удалось все-таки Каладинскому заиграть его так, что появились атаки потенциально более интересные для диагонального. Он что-то начал о нападении, соответственно, забивать. Ну, а так, по итогам первого сета было только два из десяти. При том, что трижды накрыли его блоком. И еще была одна ошибка, конечно, статистика игры. Диагональных по итогам первой партии разные принципиально в составах обеих команд совершенно несопоставимы. Это один из весомых аргументов в пользу локомотива, который в том числе и поэтому логичным образом. Первый сет забрал. Не только лишь, но в том числе. И, соответственно, надо, конечно, Луберыча прихватывать. Надо искать контраргументы против его игры. В данном случае это получается. Двоем плотненько разрывов не было. Ну, в общем, такое развитие розыгрыша. Когда у них достаточно было времени для того, чтобы здесь прийти, ошибок не допустить. В общем, и должен был быть максимальный плотный брок. Хорошо, хорошо тащит здесь по передаче вопрос. И пошли уж было праздновать. А розыгрыш тем временем продолжится. Мортенюк молодца и побороться еще раз. Ну-ка, ну, здесь, увы, уже тянуться за этим мячом далеко. И даже если бы сумел его за спину себе сейчас забросить Тивович, далеко не факт, чтобы он в пределах игрового пространства между антеннами в итоге прошел бы. Но, однако, боролись очень достойно. Несколько мячей поднять сумели, и розыгрыш этот затянули основательно. Передача одной рукой. С одной стороны, ситуация несколько стрессовая. С другой стороны, когда бречь идет о передаче на взлет первому темпу, это то, что практически все пасующие толкового уровня выполнять способны достаточно надежно с высоким процентом. Просто будет и здесь повнимательнее, ну, как-то, ну, довести надо было поаккуратнее. Небрежно немного получилось совсем. Простая доводка сейчас была у Рохина, тем не менее, на нас отправить мяч по-своему он не сумел. Тому пришлось два шага в сторону сделать. Ну, это, ладно, с этим справиться сумели. И 10-8. Бодрячок появляется в игре Белогорье. Есть небольшое преимущество. По высокой траектории шел мяч, и Мартынюк, ну, разве что зацепиться за него сумел совсем чуть-чуть. Сыграть такое, конечно, очень сложно было. Касание сетки было, к сожалению, в ситуации, когда многое предрасполагало к удачному течению этого розыгрыша для Локомотива. А, для Белогория, прошу прощения, в дальнейшем. Ну, и видно, как сеточка колыхнула из Дан. Не поспоришь. Уйдет, к сожалению, да, не дотянуться до этого мяча. Каладинскому там просто нереально. Как бы он был ростом 2.10. Из длиной рук, соответствующий еще с прыжком Леоновского масштаба, тогда может быть, теоретически. Но при отсутствии подобного рода данных, такого рода вводных, почему-то как будто и обсуждать нечего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И появляются проблемы, к сожалению, для Белогория в тот момент, когда как раз команда находилась на позитиве. Не вложился в этот мяч. Цепанул его, к сожалению, только кончиками пальцев Рохин. И он логичным образом в аут ушел. Пайк на разорванном блоке был. Ситуация была неплохая. Тут было куда бить, можно было чисто сетку проходить. И, в общем-то, Ильяных ее прошел. Но тут очень легко и спокойно отзащищался локомотив. Скатил по рукам, и мяч упал. К сожалению, в недоступную точку. Есть? Да, есть после неудачной серии основания для перерыва. Пайк на разорванном блоке. Сейчас мы сели это за work. Мы эти удары закончились за время. И electrical delay, когда следили. Было трудно от abordаться. Возвращаемся по поводу скидки опять, да? Пас хорошо. Да, пас хорошо, это было бы неплохо. Да и вообще хорошо, когда все хорошо, кроме паса и все остальное. Щербинин подачу удержал. После таймаута, ну и тут один в один диагональный против диагонального. Поскольку сейчас из четыре нападает находящийся на передней линии Сиденко. Второй очко Драждан Луберча на блоке в этом сете. И вот уже, соответственно, четыре очка в одной расстановке прошел наконец-то первый темп. Тут с этим вопросы тоже были. Но, в общем-то, вопросы были по большому счету совсем. Потому что получается, что в этой расстановке... Ну, тут, собственно, пока они очки проигрывали, полный спектр возможностей был использован. И центральный в какой-то момент до этого не забил, и диагонально не забил. Оба-два игропщика, один с передней, один с задней линией не забили тоже. В итоге все-таки любая, даже самая неприятная серия заканчивается. И главное, что Белогорье все-таки близко. Переходящий мяч сейчас забивает Рохин. Кризис с этой вот болезненной для команды расстановкой все-таки удалось преодолеть относительно быстро. И главное, тут же качнуть чаши весов на свою сторону. Не очень агрессивно. Такой мяч, который хотелось бы, конечно, в игре оставить. Но у Белогоря это не получается. Причем, конечно, сделаем поправку на то, что защита одной рукой выключена в сторону. Контроль мяча совсем не тот. Над собой ошибки нет уже. Что-то Ильяных попробует максимально осложнить. Это у него как минимум получается. Атака непростая. И Савин сейчас молодцом выигрывает сложный мяч. Положиться ему было тяжело. Потому что для того, чтобы выйти про этот мяч нападения, ему даже шаг назад пришлось делать отсетки. Соответствующее затруднение вызывает. Но он отыгрался от блока очень удачно. Очень хорошо, что вот в этом наборе доигровщиков и тот и другой... Ну, в идеале, понятное дело, пайп играть могут весьма и весьма стабильно. Мы недавно совсем Ильяных видели. Все-таки, когда Кузнецов с Тетюхиным есть на площадке у Белогорья, Кузнецов сюда с задней линии нападает достаточно редко. А здесь, в общем, с поправкой на возможности этой пары, можно рассчитывать на этот элемент как на более-менее постоянный. Ну, как, по крайней мере, на постоянную угрозу, которую, безусловно, нельзя игнорировать при наличии доводки и возможности сыграть пайп. За короткий отрезок мы в исполнении Ильяных. Неудачно. Может, вполне, Тетюхина в данном случае удачно увидели. Прошел. Надо что-то забивать. Не знаю, что там с Габриэлем Элли. Вполне возможно, что и нездоров полностью в данный момент. Может быть, какая-нибудь микротравма. А есть, потому что... Ну, в противном случае, я полагаю, даже с поправкой на то, что он в старте не вышел, мы, тем не менее, могли бы, наверное, увидеть его в рамках замен. Либо сольный, либо двойной. Поскольку этого не происходит, все это на мысль наводит о том, что... Но вполне возможно, основной диагональность играть все-таки не готов. Ну, в большей степени основной, скажем так. Много вопросов по его игре, конечно, с начала этого сезона есть. Но, однако, мы понимаем, что это все-таки легионер. И, ясное дело, брали его в команду не для того, чтобы он кроссовками квадрат для запасных пополировал. О, надежно зевнул тут в данном случае. Партнеры стараются его, как могут, утешить. Посмотрим, давайте. По полету этого мяча так-то сомнений практически никаких не было в том, что он попадет. Ну и, понятное дело, дальше следом опять Вальяных. Подгружает его всерьез на приеме. Мяч в руках у Савина, но он, тем не менее, на квадратном площадке оставить его не сильнее. Досадовать здесь особо не стоит. Ближе к счету 20, ближе к концовке партии. Локомотив опять имеет вполне почтенное преимущество для того, чтобы команда чувствовала себя достаточно уверенно. Так, Сочи нападает. О, господи, Сочи. Прошу прощения. Ильяных. Тут порой рефлекторные прозвища начинают выскакивать. Потому что это оно и есть, применительно Дмитрия Ильяных. Круглов немножечко поиграет. Это не вызвано. Безусловно, каким-то кризисом в игре. Луберыча непосредственно команды в целом. Просто преимущество есть. И, соответственно, можно прибегнуть к ротации. Вполне это допустимо и вполне приемлемо. Ну, плюс Бражнюк еще. Да. Да. Просто будет. Опа, чуть-чуть поаккуратнее. Легко не точно допустил. Ивович доводя этот мяч. Но, в принципе, ничего критического. Доводочка была такая, которая позволила Абаеву повторить первый темп с Бражнюком. И он, соответственно, очко в атаке в этой расстановке все-таки набирает. Настаивал здесь пасующий на том, чтобы своего первого темпа задействовать в этом случае. О, полетел хорошо. Жаль, мы не увидели. Но, по последствиям, понимаем, что опять прилетела в зону ответственности Ильиных. И это уже... Там тот случай, когда реально сложно, когда уже тут нет к нему вопросов в том смысле, что он пропустил мяч, не угадав траекторию. Здесь просто богатая серьезная подача. Ну, в общем, да, если бы не три очка, которые проиграли, были бы рядом. Но проиграли же, потому что ничего не пропишешь. Так-то, в принципе, в такой ситуации можно сказать, например, что если бы мы партию не проиграли, то мы бы ее выиграли. Это тоже верно. Третьего не дано. Ничьи не бывает. Ошибка при выполнении передачи. Ну и, собственно, все. По существу в этой партии поезд ушел. Вполне так получится, что Ильич и на кураже до конца сеты будет подавать. Переходящий. Одарил напоследок этим мячом Белогорье. Ну, тут, в общем, даже есть, наверное, больше поводов поулыбаться. Ладно, бывает, при таком счете не критично, хотя в конечном счете действительно лишили этой ошибкой возможности Ивовича до конца сета на подаче задержаться у него. Полетела она очень неплохо. Володинский. Одной рукой взлет передачу на взлет первого темпа не в первый раз уже по ходу этой партии. Занебрежничали чуть-чуть, безусловно, максимальный уровень концентрации. Держать очень сложно в ситуации, когда по большому счету все понимают, особенно выигравшая команда, что дело здесь в основном сделано в этой партии. Опять неплохо затруднило, придется бежать в четвертый метр Абаеву для того, чтобы отдавать эту передачу доигровщику. Ну, в итоге серьезных трудностей не возникает. Ну, а Володинскому все-таки стоит сказать спасибо за то, что он в этой расстановке уровень приличной подачи удержал. Ну, так, может быть, все-таки в итоге и до отметки 20 доберутся. Тетюхин пойдет подавать. Ой. Прям вот ой, да и все. К сожалению, такое впечатление, что мы прям повязку на глаза надели, вдруг заставили подавать вслепую. Ладно, бывает. 25-19, счет как под копирку. И в конечном счете, даже если бы этой ошибки не было, вдруг не было бы этого подарка со стороны Павла Тетюхина, то ясно, что Локомотив был обязан эту партию забирать. И забрал. 2-0. Павла Тетюхина. Ну, ага. président, вы смотрели. Взрывы. Взрывы. Берем. Выпишись. Малыш. Берем. Продолжение следует... 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 6-3. 6-3. 6-3. 7-3. 7-3. 7-3. 7-3. 7-4. 8. 7-3. 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 8-3. 8-3. 8-3. 8-3. 9-3. 8-3. 9-3. 10-3. 9-3. 9-4. 9-3. 9-0. 9-3. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прям совет-филе вокруг этого эпизода. Продолжение следует... 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 Пошла горячая вода для Белогорья. Чем все это закончится? По всей видимости тем, что придется возвращать на площадку основной состав парней из резерва. Немножечко пропотели, попрыгали, кое-какую игровую практику получили. Ровным счетом ничего хорошего из этого не получилось. Дальше, наверное, для того, чтобы не затягивать эту игру, не откладывать дело в долгий ящик, чтобы тут перспективы пятисетовой встречи не забрежило пламену Константинову. Пожалуй, скорее всего, придется принять решение в пользу возвращения основного состава на площадку. Или, по крайней мере, значительные его части. Челлендж пока у нас. С учетом, опять же, предпринятых замен нет какой-то супер впечатляющей статистики результативности ни у кого из игроков Белогорья. Здесь максимум пока всего 8 у Павла Тетюхина. Ну и по-прежнему самым результативным по итогам двух партий, соответственно, и в матче в целом продолжает оставаться Луборич со своими 14 очками. Напомню, что 10 за первый сет. Вторая партия во всех смыслах для него несколько поскромнее прошла в смысле личной статистики. Но, тем не менее, опять же, для общекомандного успеха этого было более чем достаточно тогда. Сейчас уже, к тебе, понятное дело, вопросов вообще никаких, потому что он наблюдает за всем этим со стороны. И, ну, еще раз подчеркну, ставлю на то, что с большой вероятностью мы в следующей партии увидим его возвращение. И точно уже не будет первого темпа. Понятно, почему. Здесь без вариантов. Червяков после приема пластаится на площадке в районе трехметровой линии. Вот таким вот образом как-нибудь. Проходится Воропаеву оставлять мяч в игре. Здесь уже хотя бы как-то нужно отдавать передачу. Ну и в линию Круглов проходит. Достаточно опасно для того, чтобы осложнить. После этого в три блока здесь было время. И, в общем, все с точки зрения перспектив развития понятно было. Легко разбирают. Павла Тетюхина. Хотя разрыв-то был, и кое-какие шансы у него оставались. Но здесь не совладал. Ну-ка, протянет ли? Нет. Очень неплохая статистика будет за этот сет у Кузнецова. А дальше интересно, выйдет ли этим составом в Белогорье на следующую партию. Тут как раз скорее дача будет. Куркаев планер и выбивается только над шестой зоной. Сам же Кузнецов попробует это исправить. Передача хороша. Он на приличной высоте. И снимается здесь достаточно надежно. Настолько, насколько это возможно при таком приеме скорости в атаке в 4 удалось дать. Чуть центральный не доходил. Добавить бы к этому еще подачу. Было бы совсем нарядное. Но нет, так нет. Все равно плюс 7 и 22.15. Рапаев. Три нападающих у Локка на передней линии. Неплохо замаскированная передача была на заднюю диагональному. Тем не менее, зацепить Нелли смогли. А здесь что? Здесь фокусы а-ля Эрвин Гапет, которые с точки зрения эффективности плодов особых не дают. В четвертой зоне в этом случае. Ну и 22.16. Ну, наконец-то, хоть все-таки ближе к завершению этого сета. Данному составу пламена Константинова удалось немножечко заиграть. Более или менее по-настоящему. Константинова ушел по большому счету. Однако в чем-то в этих последних моментах, в последние несколько минут можно найти позитив. Константин Колодинский внесет никаких сомнений. Дисковато будет Лионелли и его перекроют. Ну, вот и все. Практически еще одна ошибочка на подаче, которая выводит Белогорье на уровень сетбола. Не получилось в данном случае у Игоря. Ну, собственно, это совершенно не отменяет того, что он в реалиях этой встречи, да и вообще конкретно этого полуфинала Кубка продолжает оставаться самым опасным подающим в составе своей команды в среднем. Через Кузнецова, у которого в этом сете в целом все было очень хорошо и достаточно редко все-таки в среднем, опять же, играющийся с ним пайп. В данном случае приносят успех и победа еще более уверенная по счету для Белогорье, чем успехи Локомотива в предыдущих двух партиях. Впрочем, при всех понятных угодных мы слишком серьезно к этому относиться не будем. И сейчас, соответственно, самая, поживая, значимая интрига это то, в каком составе Локомотив выйдет на следующий четвертый сет. Опять же, предполагаю, что все-таки в основном. Продолжение следует... 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 Будет переходящий, легко, уверенно и, главное, приятно Игорь здесь и прыгать не стал, но, собственно, с какой стати? Он сейчас с задней линией, понятно, что и не должен был этого делать Тетюхин, ну вот, соответственно, в данной расстановке самая опасная связка подающих подряд получается Стабильных причем достаточно Это, если говорить о расторанке Белогорье, предупредительных подачи Проходит мяч Очень хорошо, что что-то удается выиграть и в непростых ситуациях Габриэля Нелли Ой, вот это вот хорошо было Сейчас Есть хорошая возможность забивать практически под себя у Куркаева Выглядит это всегда очень эффектно Ну и, несомненно, заставляет команде радость и веселье Подача полетела у молодых Достаточно интересно Если в дальнейшем будет уровень держать, то можно будет богатый урожай с этого собрать А пока в этом случае, невзирая на плотненькую весьма подачу И доведено было прилично со стороны Белгорода, тоже это отметим Ну-ка Нет, не добежать Да, безусловно, неудобно 6-6 Подравнялись еще разок Пытается, пытается Локомотив в начале этой партии убежать вперед Но всякий раз-то не получается Пока, по крайней мере Нелли Дотянуться Из низкой точки передачу отдавать приходится Но, тем не менее, вполне себе Павел Тетюфин удачно в защите отыграл Тут далеко придется пробежаться Игорю Колодинскому в пятый метр для того, чтобы передачу отдавать Ну и 7-6 Кузнецов По-прежнему в порядке Хороший тонус из предыдущей партии Он пока на первую часть это и переносит Вот так вот его в предыдущей игре где-то на полтора сета хватило Посмотрим, как оно сейчас пойдет Подачи нет, 7-7 Собственно, нет ее и в ответ 8-7 Тот самый счет, при котором при былом регламенте у нас имели место технические тайм-ауты Ну, помаленечку об этом забываем Ну, для такого расклада, прямо скажем, очень неплохо И здесь добрых слов и похвалы заслуживает, конечно, не только Круглов Но и Воропаев, который, выбегая за этим мячом в направлении чужой половины площадки И рискуя встретиться с оператором трансляции нашего матча Все-таки сумел снизу за голову мяч подбить Достаточно удобно для того, чтобы акцентированная атака затем имела место Черняков после удачной атаки Флот подать не сумел 9-9 И ошибается, к сожалению, Павел Тетюхин в ситуации, когда Все было в его руках, безусловно, поэтому есть с чего досадовать и качать головой Реакция, видимо, абсолютно объяснима Не в первый раз теряем мы момент попадания мяча в площадку При показе подачи в нашей трансляции И, соответственно, мы его не видели Но люди, находящиеся в зале, видели Есть основания посмотреть данный эпизод Мы его и посмотрим Мяч за пределами площадки И, соответственно, один челлендж у Локомотива в этой партии сгорает Остается один на будущее Для будущих свершений и будущих подвигов, скажем так В данном случае далек был от успеха Мяч в сетку приходится далеко от верхнего троса Увы, для Игоря 11-10 Кузнецов в рабочем эпизоде ошибается Вот тут, увы, для Белогорья Два мяча уступили Где и тот, и другой Оба доигровщика Забить должны бы были И это принципиально бы сейчас ситуацию И счетом в данной партии изменило Однако, здесь пока у нас еще не все ясно Но цепляет, цепляет линию Значит, очко все-таки в пользу Белогорья И первое решение у нас не в силе Челлендж остается Ну и тут же Павел Тетюхин еще Удачным для себя и для команды образом попадает в трос Обидно еще и то, что мяч камнем падает Аккурат между пасующим и центром На этих мячах, которые падают от троса Ну, центр в первую очередь Теоретически может и должен успеть Правда, в данном случае шансов не было Ни у него, ни у пасующего Это уж совсем на крайний случай Потому что тогда понятно, если В реалиях такого спонтанного, аварийного Развития розыгрыша пасующему приходится участвовать А то он тогда первым касанием отыгран будет 13-12 По такой ситуации на блоке читалось вроде бы в большей степени атака в ходовое направление Но Нелли Сделал так, как сделал Успех-то в любом случае добился Доставать это обязательно от сетки Ну, неудобно, да Потому что не попишешь ничего Сетка не стенка От нее Отскок все-таки Такой скользящий И мяч падает по существу Выловить мяч всегда достаточно сложно Выдержали прием более или менее близко И это очень похоже на попадание в площадку Думаю, что особого смысла здесь Смотреть этот эпизод нет Пошло-пошло дело Все-таки после неудачной первой партии Резервный состав Локомотива раскрутился Сейчас как минимум очень серьезную борьбу навязал В общем, с реальными шансами на успех Посмотрим, как это дальше будет Хорошо, начиная с предыдущей партии Своих первых темпов Паладинский заигрывает у Червякова Два мяча уже Ну, как минимум В этой партии По предыдущему сету были поводы порадоваться и у Самойленка Закруженность у них немаленькая Ну и процент того, что они забивают Соответственно, весьма и весьма высок Что не может не радовать Пасующего в итоге Человека, отвечающего За тактический рисунок игры в атаке Плотненько, плотненько И те и другие Стараются мяч держать А со съемом дела обстоят В последнее время достаточно стабильно Доставай! Тут при росте 2.10 Понятно, что мяч За спину Такому парню, скорее всего, не уйдет И сам же будет завершать Завершать не получилось Однако в фрибол Возможно, будет у него шанс повторить Прикрыли Самойленка Ему придется пасовать Сложный высокий мяч Три блока здесь И все-таки очко остается за Белогорием 17.15 Вот Впервые за достаточно долгое время В этом сете У нас обозначилось преимущество Одной сторон с брейком Ну здесь Блоком порядок Некуда особо просочиться Перекрыли все И никуда не денешься Червяков еще раз на подачу Хорошо здесь Воропаев разобрался Поднимались у него И первый темп В этом случае вдвоем нападающий Самойленка, соответственно, сразу своего безови не бросил Когда уже пошел по этой передаче Реагировать в край То чуть запаздывал И еще кружочек прошли Снова подача капитана Белогорье Это далеко не его максимум Сейчас он пытался подавать с контролем В принципе, этого оказалось Достаточно не лучшая передача Воропаева В 4 в этом случае 19.16 Вот это уже в реалиях Такой плотной борьбы Серьезный аргумент И, соответственно, серьезный аргумент В пользу того, чтобы Пламин Константинов Брал тайм-аут В предыдущем сете, правда, значительно быстрее Ему пришлось к этим перерывам пробегать А сейчас уже практически к счету 20 Потому что команда, в общем-то, все-таки игру держала Первый темп, надо забить этот, юбаный, первый темп Один против один Они чесат этот мяч только в середину блока Чтобы они смягчали и играли за это Что хотим? Без блока вообще? Да, давай, все Так, повысил голос по-взрослому Ну и поняли, да, кому вопросы Забивать надо, да Без блока хотим вообще? Ну, конечно, в идеале хотелось бы совсем без блока Но понятно, что волейбол такая игра Совсем без блока Остаешься редко Бывает, конечно А вообще, да, в идеале хотелось бы Катает Колодинский И мяч все-таки не переходит в верхний трос Но, однако, на подачу-то двигался На этом случае После тайм-аута 17-19 И Павел Тетюхин Вот здесь уже концовка пошла И преимущество подрастает до критического Кузнецов Да, он себе Ну да, все, нет никаких сомнений Сам Оленко чуть не доходил Очко на блоке Кузнецова достается Круглов, конечно, в этом составе Натурально за батю Ветеран на фоне целой плеяды молодых игроков Два тайм-аута подряд практически Продолжение следует... Хорошая, высокая пара молодых доигровщиков В полном соответствии С современными актуальными трендами В мировом волейболе Ну, тут, как говорится, что Антропометрию Потенциально классную напрямую В качестве игры, конечно Не перенесешь Тут, дай бог парням прогресса В ближайшем будущем В среднесрочной перспективе Пока мы видим, что так или иначе При том, что отрезками они цепляются Им все-таки тяжело Выдерживать игру Против Более или менее боевого состава Середняка российского чемпионата Что, в общем, было более-менее предсказуем Упал и тут вложился в мяч Прямо по-настоящему на все сто Свистел, как пуля Никаких шансов для защиты В этом случае после атаки Самойленка Он прошел переднюю линию Почет Чебы, но тем не менее шанс первый темп сыграть Есть и с Куркаевым это получается Куда как более акцентированно и интересно Это, конечно, большое подспорье для Воропаева Ситуация, когда он есть на передней линии С ним, безусловно, понадежнее С Бружняком И все, сет-болы у Белгорода Партию эту до победы они должны доводить Габриэль и Нелли Все, в самом деле, завершать сет Первые атаки у Кузнецова это не получится А тут что? А тут мяч в аут Уйдет, хотя было, прям скажем, неприятно Все практически в силу специфики развития розыгрыша Стянулись к трехметровой линии Вот эта вот скидка в девятый метр Могла успеху привести Глобально с точки зрения расстановки сил в концовке Травным счетом ничего не меняет Доведено и Габриэль и Нелли на хорошем быстром мяче Все рабочие абсолютно ставят точку в этой партии В 25-20 есть основания поблагодарить Игоря Колодимского за эту качественную в данном случае передачу Ну что, то удали локомотивов в большей степени Мы подошли к той точке, когда матч, в котором реально практически не было интриги Все-таки переходит в пятую партию Ну, еще раз подчеркну, это уже никакого серьезного значения не имеет С той точки зрения Потому что даже в случае поражения в пятисетах Локомотив все равно набирает 4 очка Но проигравшие накануне Белогорье не более двух У Самохлора стало быть не более трех Слово после уже два своих матча отыграло Так что все мы прекрасно понимаем Локомотив уже в любом случае в финале Кубка России Три команды мы уже знаем Два Зенита, Курский, Казанский и вот садистый локомотив Ожидаемо, компания подбирается хорошую, кто бы сомневался А нам в любом случае остается посмотреть с вами пятую партию Такую увеселительную в большей степени Потому что в ней нет спортивной интриги Курский, 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 Курский Курский, 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 Курский Курский, 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 Курский Курский, 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 Курский 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 Курский, Курский, Курский Начинается пятый сет Можно обратиться к статистике По итогам четырех партий Самые результативные игроки этого матча У нас выбрался Павел Тетюхин Но тут будем учитывать то Что он все четыре сетра на площадке провел А Дражин Луборич Только два Так что соответственно Их 15 и 14 очков Это Немножко разные вещи Две большие разницы, как говорят у нас в Одессе Это понятно Что наиграли Парни из резерва Локомотива Илья Казаченков 50% в атаке 5 из 10 При том, что его дважды заблокировали Ну и Иван Комаров Ровно те же самые 50 С поправкой на то, что нападал чуточку пореже 4 из 8 Но он кстати ни одного мяча и не проиграл Что делает соответственно эти его 50% Несколько более весомыми Круглов Понятное дело в этом Наборе атакующих игроков нападает больше всех В общей сложности 15 раз У него пока скромнее всего 33% И четырежды его достал блоком Белгород 10 очков всего На блоке У локомотива в этой встрече 13 у Белогория Которые за счет двух последних партий Судя Богато достаточно поживиться Резервы Новосибирска 1-1 Тетюхин на подачу Хорошая цифра у первых темпов Ожидаемые 6 из 8 У Червякова 4 из 6 У Самойленка Ну и Дело для Белгорода В начале этого сета В общем-то пошло Плюс, конечно, очень ровно и надежно Отыгрывает уже в данном случае Больше, чем полтора сета Иван Кузнецов У которого 80% И опять же Ни одной ошибки 8 из 10 И ни разу блоком его не закрыли Поэтому еще сам одно очко на блоке набрал И один эйс есть Здесь, увы, ничего хорошего для Круглова Ну, увы, для него и, к счастью, для Белогории Тут приходится Первый перерыв брать очень быстро пламину Здесь Одинную сторону Никого нет Хорошо, блядь закрылся Под себя Никого нет Учера подстраховать Этот мяч Который Дом Моба Парает Вместе с того, чтобы довести Парает Две ситуации Хорошая подача Что ждем? Что он ошибся? Давай, давай Разобрал пало эпизодов По существу А что в этой ситуации делать? А в этой ситуации принимать надо А просмотр будет Заченков этот мяч пропустил И, соответственно, уверен, что он все-таки ушел в аут После достаточно простой подачи Павла Тетюхина Где со стороны доигровщика-то все было под контролем И в том случае, если бы он решился принимать проблем особых у него По такой подаче не должно было быть Попал Линию зацепил Все, вопросов никаких не остается А вот вопросы К Илье Казаченкову остаются 33% позитивного приема За время его участия в матче 12 раз принимал Одна ошибка А сейчас стало Еще немножечко похуже Комарова поинтереснее 50%, но в целом Вот с тех пор, как эта пара доигровщиков появилась На полянке у Пламена Константинова Конечно, значимо упал Процент позитивного приема В данном случае уже ниже 50% по итогам Четырех сетов Что касается первых двух партий, когда основы играли, то там было под 60% Круглов Хорошо Ну и Кузнецов в предложенных условиях Нормально с приемом справился Потому что это не просто было Под левую руку в линию Аккуратно довести, к сожалению, не удалось Касание сетки Все, поезд ушел Применительно в команде с названием «Локомотив» такая фраза звучит как легкий сарказм Это, конечно, на самом деле не так Я ничего такого в произнесенную фразу не закладывал Ошибся Бражнюк, безусловно, нет никаких вопросов после этого повтора Самойленко Дает небольшую возможность подышать после того, как не подает Нет необходимости стиматься в этом случае Нелли придется выкручиваться Оно сумело сложнить в достаточной степени для того, чтобы еще один мяч получить в итоге Ну и перед этим, соответственно, для того, чтобы мяч просто вернулся на половину площадки Белогорье Дальше Габриэль дожимает эпизод Блок в линию опаздывает Все, к отметке 8 подошли В соответствии с регламентом команды поменялись сторонами Ну и до отметки 8 «Локомотив» Белогорье добирается очень быстро Ну и после того, что называется, на хорошем пульсе На рабочем нападал только что два раза И тут же подача полетела Какая надо 7 эйсов на все про все По итогам четырех партий у «Локомотива» у Белгорода было 5 Укорачивает и неудачно Но совершенно не страшно Можно позволить себе при таком счете уже практически все, что угодно Более чем двукратное преимущество Ближе к счету 10 Вот, собственно, и концовка-то, по существу, уже начинается Матча и тайбрейка с более-менее понятными перспективами При таком раскладе Достало, дождались здесь Павла Тетюхина и по пайпу этому Отработали очень удачно на блоке 41% в атаке 11 из 27 по итогам четырех партий И у представителя Известной волейбольной династии А, нет, нет, нет Правильно вернуть не смог Ну и «Локомотива» удалось чуть стрепенуться И перерыв Белогорья Которых мы давненько не видели Собственно, понятно почему Все для ребят Маркеса Миранда развивалось вполне удачно Очень долгое время Сайдаут 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 Прием Подачи съем Ну да Ну да Передача съем В этом случае Минус два уже Прием Снова проблемы есть Однако тут будет шанс сейчас доиграть мяч Несколько более интересные ситуации Но и все-таки Розыгрыш этот до ума доводит Белогорье 10-7 Сумели проскочить расстановку В ситуации, когда преимущества еще Достаточные вполне для того, чтобы чувствовать себя Более или менее уверенно Дело до явного обострения интриги Не довели пока, по крайней мере Все хорошо должны решать Но нет, блоком цепляют Дальше, правда, Каладинский отыгран первым касанием Передачу Либера приходится отдавать И Хорошо с доигровкой Вот опять чаша весов качнулась на сторону Белогорье Один из тех показателей, кстати, в котором Белогорье Вступила в предыдущем матче Самотлору Если статистику разбирать по пунктам То там, в частности, кроме значительной Разницы в показателях эффективной атаки С негативного приема И с доигровками разобрались Игроки Самотлора тогда получше Чуть Белогорье Одиннадцать девять, снова минус два Ай-яй-яй-яй-яй Ну, пытался такую плотненькую По-настоящему острую Планирующую подать Низкой над сеткой, как это и требуется Есть возможность играть у Варапаева Круг блок из четыре И туда же в четыре на высоком мяче Будет скидывать за блок Затруднения из-за этого возникли Тетюхин возвращает просто А вот тут уже успеет оттянуться в атаку Нелли не отзащищался На этом розыгрыш закончился В пользу команды Которая в последние минуты Смотрится все-таки понадежнее Важнейший был мяч для них Для того, чтобы Остаться на этом тайбрейке На небольшом удалении Все-таки от Белогорья И сохранить какие-то шансы На итоговую победу Есть первый темп от Самойленка То, что сейчас требовалось Белогорье, которое немножечко все-таки штормит во второй половине этого сета Это максимально надежный съем через первый темп Что и удалось обеспечить вполне К Владинскому напару Самойленка Ну и до этого прием, соответственно, все от него танцует Один айс пока, но в целом надо иметь в виду, кроме, собственно, этого одного айса, что он в команде чаще всех выходил на подачу В том числе и о качестве подачи говорит О том, что после его подачи так или иначе у соперника возникают наиболее серьезные трудности И сейчас они снова возникли Причем, что вот особенно весомо умеет он Подключать по-настоящему острую Опасную еще и в тот момент, когда какие-то трудности у команды возникают Что касается игры с Аматлором То там это дважды было, когда Белогорье нужно было тянуться А здесь сейчас, соответственно, в тот момент, когда потянулся за его командой соперник И нужно удержать Небольшое преимущество, достигнутое к этому моменту Там еще и по направлению мы видим, что В фокусе зрения у принимающего центральный находился Что, естественно, только осложняет жизнь принимающему Матч Болы Просто будет Ну и на этот раз на взлет идет В первом случае на зону Самойленка Он ставит точку в этом матче 15-11 Белогорье Понятно, что переоценивать Значимость этой победы не стоит Во-первых, она совершенно ничего не дает команде Маркаса Миранды С турнирной точки зрения Во-вторых, она достигнута Против резервного состава Новосибирского локомотива Но, тем не менее, для команды, которая Острый кризис в начале этого сезона Пережила любая победа Очень приятно и очень важна Потому что, к большому счету То есть, брать то, что у нас с первого тура Суперлиги началось То к этому моменту С учетом всех карантинов, всех проблем, всех травм Белгород, в принципе, только вторую победу одержит Для ребят, конечно Так или иначе, очень здорово И мы всех их можем с этим успехом Как ни крути поздравить А для локомотива Ровным счетом ничего страшного не случилось Пламен Константинов дал своим резервистам понюхать пороху Дал им понять, чего они стоят в игре С более-менее боевым составом Достаточно серьезного оппонента Это тоже важно и в жизни никогда не помешает Ну, а турнирная задача для лока решена За всем, дамы и господа, все Позвольте откланяться Меня зовут Тарас Тимошенко Всем пока До встречи на волейболе После этой замечательной, драматичной победы В нашем эфире Главные тренеры и старшие тренеры Белогородского Белогорья Алексей Казаков, Маркас Миранда Как это получилось, расскажите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!